Когда они создают сегодня некие отряды, больше похожие на новые частные военные компании, мне почему-то кажется, что Кириенко так хочет стать президентом. Это моя гипотеза, это моя догадка, это моя интереса. Кириенко автор скандала с караулом, только руками Чеменова, как я предполагаю, ему все хотелось сделать, чтобы я заткнулся. Этому всего не звучало. А я очень боюсь, что уже и частные армии Виванов создаются, как партия «Новые люди» исключительно под Кириенко Виванов. И «Новые люди» – это его создание ручное, и партия не надо будет собирать подписи, если она захочет выходвигать Кириенко в президенты. Вас не настораживает такая вот активность человеку, у которого, как я предполагаю, есть жуткий комплекс. Он в премьерах продержался месяц, рухнуло все в стране, и теперь хочется с этой сплакцией, тем более, что в его руках по-прежнему все инструменты внутренней политики. Понимаете, в чем дело? Так слухи такого рода, естественно, ходят. Но именно слухи. Заметьте, что Кириенко ни разу, нигде публично не выступит. Это фигура, которая по-прежнему держится жестко в тени. Вполне допускаю, что у него есть те самые мотивы, которые вы сейчас перечислили. Вполне допускаю. Даже, как говорится, какие-то там слухи тоже до меня доносятся, такого рода. Но, как говорится, близко не сижу, свечку не держу, поэтому не подтвердить меня, провернуть не могу. А вот с точки зрения именно застолбить свое место после Путина, на мой взгляд, обозначились. Может быть, это, конечно, фальстарт. Может быть, это лица, которые вызваны отлично себя внимания, но обозначились, в принципе, все хорошо известные на публичном поле фигуры. Это, конечно же, Дмитрий Анатольевич, которого я называю ласковым именем Лунтик. Ну, по крайней мере, такую оперативную пличку я ему повесил у себя. Который, как говорится, рвет и мечет, пытаясь себя представить супер-ястревым, ультра-врагом Запада и так далее и тому подобное. И проходит нескольких дней, чтобы он не выдал какое-то очередное ультра-заявление такого плана. Я не снимаю, подчеркиваю, фигуры Шайгу с точки зрения претендентов на престол, условно, поскольку человек обозначил свои политические амбиции. Еще, насколько помню, до начала СВОО, статья, так сказать, вышедшая из-под Пираева помощника, касающаяся внутренних и внешнеполитических стратегий Российской Федерации желательно. И который, на самом деле, сейчас отвоевал себе в кадровом плане очень сильные позиции, подавив фронту в вооруженных силах, продвинув своего, фактически, ручного начальника генерального штаба Герасимова и на командовании СВОО, и задвинув оттуда людей, которые могли теоретически представлять ему какую-то угрозу, как в плане военной компетенции, так и политической. То есть, Пригожин заткнулся, перенес свою активность на Зеленского, Теплинского убрали, видимо, если не совсем из вооруженных сил, то, по крайней мере, от руководства войсками непосредственно в фронте. Суровикин из фигуры первого масштаба перенестился в замы Герасимова. То есть, Шойгу сейчас, на самом деле, контролирует практически все вооруженные силы, в том числе и те самые добровольческие отряды, о которых мы сейчас упадем. Накидали очень много, как говорится, тезисов, которые бежать в голове и на них ответить. Эти самые добровольческие отряды при этом никакого сравнения с вооруженными силами не могут иметь. По причине того, что это всего лишь легко вооруженная, плохо обученная, легкая пехота. Фактически без какого-либо тяжелого вооружения, без серьезной боевой техники, способная на самом деле только выступать в качестве резерва для частей первой линии, либо нести службу в ТУ и так далее. Да, это тоже может быть серьезной силой при определенных условиях, но с вооруженными силами Российской Федерации или даже с Росгвардой эти подразделения тягаться не могут ни в организационном отношении, ни в боеспособности, ни в численности, ни в чем. В данном отношении гораздо большее значение имеет как раз ЧВК Вагнер и фигура, которая его сглавляет. Когда Пригожин в последнее время отметился политическими заявлениями, когда он заговорил, он резко критиковал ту же администрацию президента, как вы, наверное, помните. До того, как Герасимов возглавил командование операцией, как-то после этого Пригожин несколько политически перестал озвучивать некоторые вещи, на мой взгляд. То есть, человек имеет под своим контролем действительно боеспособную силу, имеющую во своем распоряжении танки и тяжелую артиллерию и даже авиацию. Компактную, не знаю, насколько она лично ему предана, но тем не менее, он выступает от ее имени. И, как бы, других фигур мы там не видим, хотя они есть, именно военные командиры, они известные, но других фигур, которые выступают от имени ЧВК Вагнем, в публичном поле нет. И которого, я считаю, что Пригожин, не знаю, насколько он поддерживается и от кого поддерживается, но он обозначил свои очень высокие амбиции. И как бы эти амбиции тоже не касались вопроса участия в высшей политической жизни, в борьбе за высшие пост-российские фигурации. По крайней мере, у меня создается такое впечатление. И, в общем-то, все, три фигуры, которые на данный момент в публичном поле известны, которые привлекают все внимание, и, можно сказать, стартовали в президентской гонке, хотя не факт, что они будут не ехать в бою сейчас. Итак, три фигуры Шойгу, раз, Медведев, два, и Пригожин, коалиция Пригожин-Ковальчуки, и, возможно, тот же Кириенко, раз, Ковальчуки, три. Я правильно понимаю? Не исключено. Не исключено. И в этом отношении я хотел отметить еще один момент, который я уже озвучивал, еще, правда, в неопубликованной записи, о том, кто в России может претендовать на высшую, условно говоря, власть в настоящий момент. Вот здесь как раз Кириенко очень слабая фигура не потому, что он не контролирует губернаторов или пользует самовлиянием, он обладает огромной аппаратной властью, огромным влиянием, сердечными позициями. Но, по мере того, как ситуация будет ухудшаться, так или иначе она будет ухудшаться, неизбежно, неважно, причем это не обязательно прямо связано с событиями на фронте, она в любом случае, кризис будет углубляться в Российской Федерации, просто объективно. По мере этого на первый план будут выходить те люди, которые обладают в первую очередь силовым присутствием. Но это закон любой революции, любого кризиса, любой. Всегда во время войны, когда стреляют пушки, на первое место выходит генерал. И в этом плане Кириенко фактически не имеет никаких шансов быть кем-то, кроме как серым кардиналом. Фронтменом любой партии, любой политической партии, которая сейчас будет бороться за власть, за преемничество или за власть после Путина, должен быть военный, человек, обладающий военными ресурсами. Таких у нас, как известно, тоже немного. Опять же, начиная с руководителя сильнейшей структуры военной Сергея Кузьгетовича, соответственно, у которой блокируется, насколько я знаю, насколько я слышал, с московским мэром Собяниным и с его командой. Правда это или нет, опять же, свечку не держал, но вот такой уровень имеет место быть. Это, опять же, руководитель Росгвардии Золотов, который сам из себя, как политическая фигура, не представляет, по-моему, ничего. Но теоретически он связан с какими-то элитными группировками, скажем так, может предоставить им свой ресурс в виде Росгвардии. И опять же, мы возвращаемся к ЧВК Вагне. Она может быть не так многочисленной, а совершенно по-разному оценивать ее численность. Максимальные оценки достигают аж 50 тысяч человек, но я так не думаю, что там такая численность, я так полагаю, где-то было меньше, к примеру. Тем не менее, полностью боеспособная армия, пусть и небольшая, имеет место быть. И во главе ее находится именно Пригозь. Больше вооруженных сил, объединенных под единым командованием, в Российской Федерации пока нет. Все вот сейчас провели съезд в Мариуполе, Союз добровольцев Донбасса, сгребли, соскоблили со стенок, условно говоря, кастрюли, все, что не потребовалось другим. Ну, меня попросили не выражаться фекальными, как говорится, упоминать их. Ну, соскоблили все, что типа Абхаза, Авинсбета, всякие отряды СДД, всякие какие-то сумасшедшие опять казаки. Вот, и опять вы обратились к президенту, чтобы был создан российский добровольческий корпус РДК. Вот это тоже претензия на занять, застолбить место, создав собственное вооруженное формирование, объединение, которое при определенных возможностях будут залиты силой, средствами, ресурсами. Пусть даже стартовый капитал, скажем так, в виде Бородая, Авинсбета и прочих там, помечей, он, в общем-то, как бы гниловат, мясо говоря. Но, опять же, это возникает после чего? После встреч Бородая с Сурковым, которые прошли в Москве пару недель назад. После того, как Сурков в отеле Литц провел ряд встреч еще с какими-то людьми. И, наверное, он и в администрацию президенту все-таки перед этим ездил, или, по крайней мере, принимал оттуда курьера. Так что я смотрю внимательно за этой, как бы, инициативой. Если она тоже родилась, как бы, по согласованию с АПшечкой, а, скорее всего, без АПшечки они вообще в этом съезде не провели, то теоретически может появиться еще что-то, что будет уравновешивать Вагнер, с одной стороны, и дополнительные трудности создавать группе Шойгу. Ну, в общем-то, здесь я хотел просто подчеркнуть, чтобы Владислав Юрьевич, как я и ожидал, как я и, в общем-то, предсказывал, не вышел из политического поля. Он возвращается, он почувствовал хритризис, он потянулся снова к огоньку, поскольку он игрок и по-другому себя вести не может. Владислав Юрьевич, он просто очень умный человек, он гораздо умнее многих вместе взятых. Он и умный, и в том числе он игрок, потому что, может быть, более умный, но не игрок, не стал бы рисковать. Получается, что у Суркова нет не только браслета на ноги, как некоторые говорили, но и уголовного дела за Украину. Он все это оказался блеф, он просто куда-то ввелся. Я в этом даже не сомневался. Он никуда не вдевался, он спокойно жил на своей вилле в Абхазии все это время. Сейчас вот как бы он не лез, анализировал обстановку, наблюдал за ней извне. Вот сейчас он решил, что настало время снова запустить щупальца, как говорится, пользуясь своими драконами зубами, заранее посеянными, запустить щупальца обратно в российский патальчик. Но он опять будет ставить на Медведева, а не в товарищских отношениях. А это не исключено. Это не исключено, но у Медведева нет самого главного, что требуется в момент войны, кризиса. У него нет войск. Поэтому вполне возможно, если исходить из каких-то схем чисто политологических, вполне возможно, что войско, которое Бородай, Малафеев и сотоварищи сейчас пытаются слепить. Подчеркиваю, пытаются. Не факт, что из этого дерьма можно что-то слепить. Ну, возможно, это лепится и под Медведевым, как вариант.